Акция с размахом на всю страну. Лыжня России не обошла стороной и Уссуриск. Все, кто хоть немного знает об этом зимнем виде спорта, собрались на базе Южной, чтобы преодолеть свою дистанцию. Любитель или профессионал – неважно. Главное, чтобы лыжи скользили. Ну и, конечно же, хорошее настроение. Хорошего настроения, чтобы ваши лыжи катили, чтобы у вас всё получалось. И желаю вам приятно провести время. Две недели назад мы провели лёд «Надежды нашей» по конькобежному спорту. Сегодня Всероссийская акция «Лыжня России». Летом – это у нас велогонка и Олимпийский день. Европейская неделя мобильности – день без автомобиля. И «Лыжня России» объединяет всех любителей, не только которые направлены на достижение спортивного результата, а те, которые могут стоять и хотят стоять на лыжах. К забегу участники готовились основательно. Кто-то решил прогуляться по территории в полном обмундировании, а некоторые сразу изучили свою трассу. В целом три дистанции – для детей, новичков и профессионалов. На такой снежный марш-бросок приехали более 130 человек. Самому младшему участнику – 5 лет, старшему – 70. «Давно на лыжах не стояли, во-первых. Во-вторых, как таково у нас такой базы лыжной. Нет, чтобы можно было куда-то выйти покататься, снегу мало. Ну, а сегодня такой случай. Это замечательно». Организаторы отметили, в этом году был явный прирост желающих попробовать свои силы. Приезжали на праздник целыми семьями. Светлана Олейник – поклонница всех видов спорта без исключения. Оказалось, здесь не ради медали, а чтобы показать внучкам, что самое важное – это вера в себя. «Я не профессионал, не любитель, и лыжа не моя сильная сторона. То есть я знаю, что есть коньковый ход и есть еще другой. Поэтому главное просто стараться и все получится». Каждый участник получил приз, но были и те, кто целенаправленно шел за результатом. Так, среди самых младших свои почетные первые места заняли Захар Сверкунов и Мирослава Кулагина. В группе старше 56 лет лучшими стали Олег Кулагин и Зоя Сердюк.